И огонь не угасает. Слава тебе, Боже наш, слава тебе! Хвала тебе, Господи, с честью поклонения, слава и благодарения, во веки веков. Аминь. Я сказал, буду я наблюдать за путями моими, чтобы не согрешить мне языком моим. Буду обуздывать уста мои, доколе не счастивый, предо мною. Я был нем и безгласен, и молчал даже о добром. И скорбь моя подвиглась, воспламенилось сердце мое во мне. В мыслях моих возгорелся огонь, я стал говорить языком моим. Скажи мне, Господи, кончину мою и число дней моих, какое оно? Дабы я знал, какой век мой. Вот ты дал мне дни, как пяди, и век мой, как ничто перед тобою. Подлинно, совершенная суета, всякий человек живущий, подлинно. Человек ходит, подобно призраку, напрасно усуетится, собирает и не знает, кому достанется то. И ныне, с чего ожидать мне, Господи, надежда моя на Тебя? От всех беззаконий моих избавь меня, не предавай меня на поругание безумному. Я стал нем, не открывай ус моих, потому что Ты соделал это. Отклони от меня удары Твои, я исчезаю от поражающей руки Твоей. Если Ты, Господи, обречениями будешь наказывать человека за преступление, то рассыплется, как от моли, краса его. Так суетен всякий человек. Услышь, Господи, молитву мою и внемли воплю моему. Не будь безмолвен к слезам моим, ибо странник и у Тебя и пришлец, как и все отцы мои, отступи от меня, Господи, чтобы я мог подкрепиться, прежде нежели отойду, и не будет меня. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал за Него Сына Своего Единородного, Господа нашего Иисуса Христа, на распятие, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо делающий доброе идет к свету, дабы явно были дела его. А безбожник, неверующий, злодей не идет к свету, потому что дела его злы, и он страшится своей жизни. Ты, Господи, сказал через апостола Павла, что после смерти наступит встреча с Господом, и будет последний страшный суд, судилищем названным. И все предстанут перед Тобой живые и мертвые, чтобы каждому получить соответственно тому, что нам делал, живя в теле, доброе или худое. Никакие развратники, блудники, воры, не знающие Тебя, пьяницы, табакуры и наркоманы, они не увидят света, но будут брошены вместе с сатаной в озеро, кипящее огнем и серою. Девчонки не умирает огонь, не угасает. Это смерть вторая. Пощади нас, Господи, Ты сам сказал, приходящего ко мне не изгоню вон. Аллилуйя! Только бы человек покаялся, ибо иудеи спрашивали, что нам делать. И апостол Петр ответил, покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа. Аллилуйя! Господи, косни сердце патриарха, епископов, священников и паствок, избави их от гибельной страсти серебролюбия, и даруй духовное рождение свыше, и водительство Духом Святым, о чем так тосковал Серапим Саровский. Пощади нас, Господи, пощади, к Тебе прибегаем. Косни сердце правителей, царей начальствующих, ибо для них предстоит строгое испытание. Дай им страх Твой, Господи, сохранив от покушения на них. Косни сердце Владимира, Дмитрия, Дональда, Рамзана, Петра, Александра, Эрдогена и Амана. И даруй мир Израилю, России, Сирии, Украине, где война идет. Господи, научи нас ценить это мирное время. Ибо слово Твое предупреждает, грядут великие страшные испытания на всю землю, когда треть человечества исчезнет, а далее страшный суд. И что придет Антихрист, и будут царствовать над всем миром, и на чело и на руку правую поставит печать с именем 666. Укрепи народ Твой, дабы никто не принял это начертание. Аллилуйя. Господи Божий наш, слава Тебе. Что он? Пару вопросов. Добрый день. Здравствуйте. Да, здравствуйте. А вот я сейчас слушал вас, вот вы говорите, да? Погромче. Все наркоманы, пьяницы попадут в ад. Правильно я понимаю? Да, конечно. Я отвечаю сейчас. Да, а вы не будете понять. Я отвечу, почему? По частям. Потому что мы, вот это тело, ваше, Бог называет храм Божий. А в храм мы их загоняем, что попало. Иоанн Кронштадтский говорит, которые курят, у них рот делается, кодильницы дьявола. Весь ответ. Это храм. И кто разрушит храм, Бог покарает. Почему самый большой грех самоубийства? Покаяния нету. А человек курит, 12 лет жизни отрезано. А последние годы Харкать будет желчью, отравлять людей туберкулезом. Это преступление. И от этого не требуется. Выхлопной трубы у него нету. В природе никто этим не пользуется. А для чего Бог табак сотворил? Чтобы мелко натирать его и посыпать паршу овец. А это лекарство. Моль все не заводится там, где табак посыпан. А как же марихуана? Это же растение, создание Божие, которое... Все. Я понял вас. И конопля, создание Божие. Я помню, у нас в огороде на задах, ну, в конце, много росло конопли. Родители-то работают, а мне 5 лет. Мать скажет, паской надо вытащить, не трогай ее. А мы-то не знали этого. Рядом поля соседнего колхоза было, и сколько глаз хватал, краснота маком засеяна. А сейчас по домам ходят и в ограде вырывают. Почему? Потому что Господь говорит, что вы делаете, мне на ум не приходило. Но это, конечно, не так. Бог знал. Что делают люди? Хулят Бога. Вокруг творение Божие. Все кричит, словословит Его. Бога нет. А почему? Совершили гнусные преступления. Нет делающего добра, нет ни одного. Это 3000 лет назад Давид, царь, написал 13-52 Псалом. Мы должны быть очень строги к своей жизни. Я вот вас спрошу, по виду, как вы думаете, мне сколько лет? Ну, где-то под 70. 80. Так у меня позади, за слово Божие, 5 тюрем. Меня в морозилках морозили. 26 лет меня пытали. А я живой, ни одной таблетки не съел. Я вернулся. КГБ сразу прилетели ко мне домой. Жену спрашивают, так он живой вернулся? Говорит, живой. То есть они мне на эти галеры отправили навсегда. А вот она, перестройка Бог дал. И вышел указ президиума Верховного Совета СССР 15 марта 87-го года всех политзаключенных выпустить. Верующих по политической статье гнали. Нас было в то время 210 человек. Теперь я реабилитированный. С ольготами 100 рублей в месяц добавляют. Выбитые зубы могут бесплатно вставить. Это власть-то как? За что же в тюрьме сидели? А? За что же в тюрьму-то попали, интересно? Вот если бы вы были в скайпе, я бы вам скинул материал приговор суда. Статья была 190 прим. Она звучала так. Распространение заведомо ложных измышлений, порочащих общественно-государственной строй. А дальше говорится. Я говорил, нет свободы веры. Клевета. Дальше я говорю, были репрессии. Клевета. Раскулачивали людей. 12 миллионов загубили. Клевета. То есть это все клевета. Но я насчитал 50 книг аудио. Вот если вот это посмотрите, это наш Ютуб. Это 14 тысяч роликов здесь. Если добавить к этим словам сайт, выйти на сайт, во свете Библии, форум на форум. Ну а по скайпу вот Лапкин и Игнатий. Если вы... Зайдите вопрос. Я сейчас закончу. Если зайдете вы на скайп, то там увидите справа 4124 вопроса. Я отмечаю. Я в пяти университетах вел занятия. На сайте. На сайте. На сайте. Вот. Одновременно. И три радиопрограммы, воинские части, милиция. Мне Бог дал огромное поле. Потому что я был очень известен. И я вижу результаты. Когда люди приходят, каются в тюрьмах. Я 18 лет с тюрьмой сотрудничал. Повторяю. Все бесплатно. Университеты, 13 школ бесплатно. Я начальник детского лагеря. Борзовал лагерь детский, православный. Один в стране. 45 лет. Тысячи детей подняли. Ни рубля государство не дало, только гнобило и гнобило. А мы выжили. Да еще добавь два года, теперь мы в другой формат перешли. Со всего мира приезжали, люди знали. В Канаде. Все проверили. Нет. Из Канады присылают ребятишек. Что это означает? Любовь. Бог дал это. Я отдаю этот талант для людей, для Бога. У меня ничего нету. Начинаю с этой рубашки и кончаю. Вот вчера только подарили, тут потерялась свои щетки называется. Лестовка. А почему? Бог избрал. Поэтому я прошел жизнь абсолютно без лукавства. На меня нападают. Я только заблокировал в последнее время 7 тысяч человек. 7 тысяч. Это полдивизии. Ролики всякие ставят. Там сейчас Синицкий какой-то вышел Александр. У него ничего нету. Но ему платят деньги. Уже все узнали, где он есть. Он нигде не выходит. Поговорить с ним нельзя. Его нигде... А у меня везде в Твиттере, в Фейсбуке, в Контактах везде все есть. В Мейл.ру зайдешь, у меня 22 тысячи моих фотографий. У меня вышло из печати 38 томов книг. А книги по 750 без страниц. Да меня голыми руками можно брать. Да еще 7 книг, которые в интернете в интернетной версии 14 тысяч роликов. И они теперь оттуда наскребают и против меня. А ничего нету, лгать приходится. Понимаете, какая счастливая жизнь уготована. Много друзей и много врагов. Значит, я личность. 80 лет. А у меня еще три голубятни, да в доме голуби живут. О, как Бог делает. Поздравляю. Я вас поздравляю. Это достижение хорошее, я не спорю. У меня есть к вам два вопроса. Вы можете слушать? Давайте. Так, Володя, поближе, чтобы я слышал. Хорошо. Хорошо. А то я плохо слышу. Вот у меня есть такой вопрос по поводу, как к лику святых людей приписали. Это же были обычные люди. Как может человек взять и приписать другого человека к лику святых, а потом им поклоняться? Насколько я помню, указано в Библии то, что не создавайте себе идолов. Это правильно же? Так что, ну-ка, если нет, пожалуйста. Еще сейчас, минутку. Он спрашивает, как можно человек к лику святых другого человека про это, ну, как сказать? Ну, надо канонизировать. Да, канонизировать. Это неправильно. Потому что в Библии написано, не сотвори себе кумира, идол. Ну, это другое дело. Не идол, а кумира. Это 17 глава, 3 стих, послание к евреям. Написано так. Поминайте наставников ваших. А какое качество? Которые проповедовали вам Слово Божие. И дальше. И взирая на кончину жизни, их подражайте вере и их. Ну, о чем говоришь здесь? С кого писать образ? Владимир Владимирович Маяковский писал. С кого писать? Ну, с кого? Ясно кого? С идола, который лежит там. Как это? Валерия Новодворская говорила. Зюганов, забери свою воблу из мавзолея. Земля наша, Новиков, Артистская говорила. Не будет рожать, пока эту падаль не захоронят. Отец Дмитрий Смирнов, священник, куда его девать? Только что сжечь и пепел по вселенной рассыпать, чтобы молекулы с молекулой не соединялись. Большего злодея не было. Тысячи гитлеров то не сделали, что он сделал. А поклоняются ходят. А я написал о нем стихотворение. У меня 4 тома стихотворения по 800 страниц. 3 467 стихов по 9 куплетов. Вообразите, что это такое. И черновики, и ни одной помарки нету. Почему? Бог взял. А как? И там судили-то меня не только за религиозное. Я 50 книг насчитал Златоуста, но я первый в стране издал архипелаг ГУЛАГ. На пленку насчитал, но у меня стонсулья, 15 магнитофонов, ну и послесловие. А еще брал интервью репрессированных. Да еще как последние годы летовала советская власть перед тем, как отойти. И, конечно, мне было за что судить. Вот пример. Моя мама Мария Егоровна пришла, и когда передачки дают в четверг в тюрьме, я в Барнауле, ну и бабы-то все, вот моего сына ни за счет посадили, а мама послушала и говорит, а у мамы нашей у нас 5 сыновей, 5 дочерей, она мать-героиня. Ни одного в тюрьме нет, я первый каторжник. И бабоньки, как вам тяжело, да все ни за что, а у меня-то сына посадили за что. И вы сознались, так я его благословила. Мать, да как же так, сына, да сводо. Я его благословила проповедовать. Его взяли, взяли не так-то, а по санкции московского КГБ, МГБ. Ну и мать начала им свидетельствовать. А с отцом у них полкласса нет на двоих. Но она это все чувствовала и знала. Сын, я благословляю тебя. Иди, страдай. Но людям расскажу. У меня следователь принял крещение. Начальник тюрьмы умер по-христиански. А сколько в тюрьме обратилось, и, как сейчас пишут, говорят, тысячи, которые пришли через проповедь. Моего там ничего нет. У меня нет никакого образования гуманитарного. Я технарь, строительный техникум. Только всего. Почему? Я люблю Господа. И Бог открыл мне эти таланты. Таланты. 86, кажется, стихотворение положено на песнопение. И все просят дать расшифровку их. Представьте, 3467 и ни одной поправки нет. А у Пушкина все исчеркано. Почему? А как вы писали? Понятия не имею. Я вот сейчас смотрю, первый раз вижу, будто бы их. Это Бог. Ему слава. Хорошо. Так теперь, как канонизировать? Не надо. Я добавлю, что я против этого. Но они не будут слушать. Но я признаю эту канонизацию. Я православный. Я не противоречу. Но и говорю, как можно знать? Вы же не были на небе-то. Ваши вопросы абсолютно правильные. Но я их признаю. Я знаю, что Иоанн Кронштадтский святой, Серафим Саровский святой, ну и далее, всех, которые перечисляются. Я не противоречу, но у меня есть свое мнение. И поэтому, вот вы посмотрите, в церкви торжеще идет, ходят. Вы, если зайдете на наш, вот это, YouTube, вы посмотрите, как у нас идет богослужение. Как одеты все. Ни один не шелохнется, не переступит ногой. Ни одного слова шепотом не скажет. Наша община православная, от русской православной зарубежной церкви зарегистрирована. И у нас за 27 лет ни одной копейки не было, с тарелкой не ходят. А как же тогда жить священником? Десятина. Она указана Богом. Мы должны десятую часть, то, что получили там где-то, прибыли отдать. Почему? Она нам не принадлежит, потому Господь говорит, вы не отдаете, вы меня обкрадываете. Я заработал 90, а Бог приложил десятку и говорит, своей рукой отдай. Она не моя. Люди никак не могут понять. Вот я верующий, вопросов нет. Хорошая борода, маленькая, она есть. Я уже на военном билете в 61 году был с бородой. Но я не знал Евангелия. Я столько глупостей наделал в жизни своей. Мне Бог с детства дал веру. Я знал, нельзя иметь дело с женщинами. Бог меня сохранил. Воровать. А остальное я не знал. У меня ружья везде. А как же так? А как же так? А как же так? Нельзя иметь дело с женщинами. По поводу нельзя с ними иметь. Пока не женишься, пока не помещаешься. Никакого разврата. Как у мусульман. Добра, если она оказалась не девственницей, все, кончена жизнь. Все. Я так не считаю. Но вам не надо считать. Это Бог сказал. Если окажется, как она ложится на чистую простынь. А бывает, что муж ее возненавидит. Тогда и говорит, я взял тебя не девушку. Тогда а простыни хранятся у родителей. Они перед всем народом расстилают. Там подпись жениха. Твоя подпись на простыне. Твоя. Ты видишь знаки ее девства? И теперь против него весь закон. Это в Библии написано. А если это оказалось, что взял и сразу увидишь, что она не девушка, обязана привезти к дому отца, возле дома убить ее. А если дочь священника соорудить костер, как я на густо, сожжечь перед отцом. Это в Библии написано. А сколько были не девственности. Пример. В Санкт-Петербурге мне пришлось быть там у мусульман на собрании. Там есть и мама, это у нас епископы, и муллы. Я задал вопрос. Какой процент девственности до брачной ночи? Они меня не понимают, о чем я спрашиваю. Я должен еще раз повторить. Да как? Сто процентов. У нас уже сегодня в восьмом классе ее трудно найти. Она на вторую букву алфавита называется. Мы дошли до чего? Американские женщины пишут мусульманским. Как мы вам завидуем? Как вы одеты? Какое благоговение перед вами? А нас раздели. Я сижу и без платка. Почему? Потому что мне нельзя учить по-другому. А посмотрите у них как. Во всей стране нашей, в Российской Федерации, я живу в Барнауле, за 20 лет перестройки 120 миллионов абортов. Это государство убили в утробе матери. Нормально? А сколько мусульман 2 миллиарда их населения? Ни одного. А почему в Российской Федерации только один глава администрации провел закон, что это государственное преступление? Кто? Рамзан Ахматович Кадыров. Мусульманин. Там нет абортов теперь. А почему Путин смотрит на нарушение? А Путину сказали, он говорит, Рамзану, он говорит, а зачем он будет сюда лезть и к нам? Мы ничего не нарушили. Закон Российской Федерации соблюдаем. Но нет в законе того, чтобы детей убивать в утробе. Когда Путин поехал за рубеж, говорит, а почему у вас тут гей-парадов нет? У нас, говорят, и так людей мало. А если еще мужик на мужике женится, вообще не будет. у него юмора хватает, настоящие. Я вас понял. И что же так вот, если все не соблюдать, попадешь в ад, да, и все дела. Да, так написано. Написано в Откровении 20 глава. А вы, русский, российский флаг, можете охарактеризовать, что он означает? В сравнении с другими флагами. Белая чистота. Белая чистота. Чистота. Какая чистота? Где она? Так, по порядку. Почему сверху начали? Давайте снизу. Красный первый. Что означает? Кровь. А? Кровь. Где кровь? Где кровь? Где? Не знаю. Как меня в школе учили, я так и говорю, я не знаю. Я поясню вам теперь. Синее что означает? Небо. Небо какое? Их небо-то не одно. У мусульман 7 небес, а у нас у русских 3 неба. И небо небес еще есть. Какое? Я не знаю. Не знаете. А что такое бело, не знаете, я вам поясню. Я, по милости Божией, работал на корабле, имел общение со всеми странами. Государств, которые имеют выход к морю, добавлю, которые там африканские посередине, у них нет плага. Я все плаги знал. Российский плаг на сегодняшнее время, он единственный за всю мировую историю. Он вне конфессиональный, вне временный. Он для всех народов годится. Почему? Первое, правильно сказать, кровь какая? В крови рождаются. С кровью все идет. И с кровью уходят. Страданиями, мучениями. О чем поэт Мицкевич польский говорит. Земля от коры до центра пропитана кровью. Второе, синее небо меня так манит. Знаю, что там мой спаситель Христос. Все в этом мире бесследно канет. В небе не будет мести угроз. Голубое, какое? Первое небо здесь. Второе, это выше, когда поймут. А третье, это 20 глава, 11 стих, откровение апокалипсиса. Там написано, увидел я великий белый престол. В таком понятии. Первое, земля мы живем, помышлять о небе должны, и дальше умрем белый престол. И от сидящего на престоле бежало небо и земля, и не нашлось им места. И были развернуты книги жизни. И кто не был записан, был брошен в озеро Огненное. Детально, до единой боковки будет разобрана жизнь каждого человека. И конца этому не будет. Я вас выслушал. Могли бы вы выслушать меня всего лишь три минуты? Я вот вам хочу сказать чисто свое мнение. Вы можете меня выслушать три минуты? Так, а про что спрашиваете? Я не спрашиваю, я хотел бы рассказать. Да, 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 я вижу, вижу вашу Библию. Это Библия, Святая Библия. А хочешь, чтобы вы его выслушали? Да, я слушаю, пожалуйста. Три минуты всего лишь. Небольшая повесть такая, да, вот, например. В общем, мужик один в ад попадает, ну и подходит он там в страшный суд, сидит черт на престоле и говорит ему, ну что вот выбираешь розги, вот выбираешь, либо тебя будут на сковороде жарить, будут тебя там в масле варить. Ну и мужик говорит, а можно я пойду осмотрюсь? Ну черт ему говорит, ну пойди осмотрись. Ну он пошел, значит, по аду, кого-то режет, кого-то убивает. Вот, ну и проходит, он видит небольшой свет такой, светит где-то вдалеке, подходит к этому свету, сидят там три мужика, пьют пиво и рыбой закусывают. Ну и он у них спрашивает такой, мужики, а пивка можно выпить? Они ему говорят, ну пожалуйста, пей. Ну он раз, кружку выпивает, говорит, а можно рыбкой закусить? Они говорят, ну закусывай. Он раз закусывает, такой, мужики, а что это вообще тут вокруг происходит? Почему тут всех вот убивают, режут, а вы вот сидите, пиво пьете? Они ему говорят, да это для тех, кто верит. Это, говорит, один пункт. Его по шее, он сразу в котле оказался. Это уже переделали ее. Там, во-первых, выбора нету. Мы определяем участь свою сами здесь. Это совершенно к действительности не относится. А вот здесь человек не уверовал. Не уверовал, участь обречена. Почему? Он не уверовал жертву Христа, что за него умер, не принял. Вот по-человечески, а при чем тут жертва? А при чем тут смерть? Вы себе Библию читали? Вы читали ее? Нет, я не читал ее. Если честно, я даже не собираюсь. Но вы слышали, что первые люди были Адам и Ева? Да, слышал. А что они сделали? Почему Бог выгнал их из рая? Яблоко съели. Яблок не было никаких. Написано посреди деревьев. Ему сказано было, все вкушайте, но вот одно дерево, называется дерево познания добра и зла. Никакого яблока нету. К нему, с него плоды брать нельзя. Если ты вкусишь, смертью умрешь. Оно для вас смертельное. А Ева, когда была сотворена из ребра, она, видимо, хотела прикоснуться. Адаму не было сказано, не прикасайся. А он Еве говорит, не прикасайся, женщина, любопытное создание. Проводи со смерти. Но когда Адама не было, где он был, непонятно. Она в это время взяла и ела. А почему змей? Под плоскней, человеческим голосом говорили. Самый хитрый был зверь. А почему не ешь? Бог запретил. Это неправда. Бог дает знания через все. Вам сказали, что это добра и зла. А что такое добро и зло? Не знаете. А вкусишь, будешь знать. Но она взяла и ела. Понравилось все ей. И плод, и вкус. И она ела. Ничего не произошло. Адам пришел, она говорит, ешь. Вот тут Адам, подкаблучник он был. Он бы ей, как говорится, хлопнул полбуто. И все бы кончилось. И не было бы ни Ленина, ни Гитлера. А он ел. И когда Бог явился, а их нету, а все время, каждый день прогуливался с Богом. Бог говорит, Адам, где ты? Адам говорит, я услышал голос твой, спрятался, я испугался. Адам, а не ел ли ты из этого дерева? И он отвечает, жена, которую ты мне дал, она меня совратила. Ева, это ты делал? Так это я не сама, это змей научил меня. И Бог говорит, прах-то из глины я тебя сделал, и в прах возвратишься. Смерть, все животные, все насекомые сделали смертными. И за вот этот, я задаю вопрос, вот один плод, ну, допустим, яблоко, ко мне в сад зашел, залез пацаненок там, ну, яблок-то много, он один, Ева-то была одна, не толпой зашла она. Он сорвал яблоко, что бы я ему сделал? Ну, все говорят, за ухо отрепал. За что? Да я бы ему наложил сумочку и за пазуху натолкал бы. Иди, заби там, Ваняк, Паняк, там пускай едят все. Но у Бога другая шкала. Уже за это преступление умерло более ста миллиардов людей. Только за это написано, водами все умирают. И через женщину все мы делаем себя смертными. Сто миллиардов, это вообразить нельзя. А как? А жизнь во Христе Иисусе. Поэтому Сын Божий, безгрешный, берет на себя грехи мира. Вы в Третьяковской галерее были когда? Там есть одна комната, посвященная одной картине Иванова. Он ее 20 лет рисовал. И рисовал и другое, а к ней образы подбирал. Явление Христа народу. Иоанн Креститель стоит, простертая рука. Евангелие от Иоанна 1, 29. Он говорит, вот, агнец Божий, ягненок, который берет на себя грех мира. И вот теперь, если я говорю, Господи, я преступник, я грешник, прости меня, ради жертвы твоей. И этой жертвости он покрывает. В ту же минуту я освобождаюсь от грехов. А в Адаме умирают, а во Христе живут. И я в 23 года после армии только в руки получил Евангелие. В это время я уже после армии работал на Балтике, на корабле, в мореходном училище. Учусь, у меня здоровье отличное. Всю жизнь занимаюсь спортом. Ну, деньги. Все есть. А внутри пустота. Я это понимаю. И в это время я занимался на семи языках. Я самостоятельно изучал языки, с людьми беседовал. Я понял, все нечто, я умру. Зачем? И когда Евангелие в руки дали, которые дали, я к ним встретился с ними, они обедали. Я всегда выписывал божественное. А тут стал выписывать, вижу, тут все божественное. Они зашли, ну как, я говорю, книжка хорошая. Это не книжка, это вторая часть Библии, Новый Завет. Я говорю, что, а вы такое поверите, нет? Они меня не знают. А они были из пятидесятников, протестанты. Открывает Деяния вторая глава, Деяния апостолов, и там говорится, как в день пятидесятницы апостолы были вместе, а Христос вознесся на сороковой день, десять дней, промежуток был до этого момента. Троица у нас называется, Троица день-то. И вдруг огненные языки на каждом остановились. И они, евреи, полуграмотные рыбаки, да неграмотные, и они заговорили. Один говорит по-римски, по-гречески, там на разных языках, а народу много на праздник было. И те люди, как же так? Мы же их знали. Как он говорит свободно по-эфиопски, как он по-идийски, по-китайски? Бог дал. Этот день соединил всех. И мне говорят, вот видите, как Бог дает. Вот в Библии один только стих такой есть, который меня можно было сломить. Я говорю, ну неужели я должен этому верить? Я языки занимаюсь. Вот я занимаюсь шесть месяцев самостоятельно, с первой буквы, самостоятельно. И уже я проповедую у немцев на немецком языке в собрании. Английский я за четыре месяца изучил. Занимаюсь французским, испанским там. И оказывается, все не то. Да я четыре месяца напряженного труда. А тут сразу не может быть. Он говорит, хорошо, вы не верите, давайте из Библии вырываем риски. А я не верю в это. А с одни корочки, останусь. У нас же много людей. Или все, или не все. Я понял, ничего нет. Вы хотите помолиться? Я говорю, очень. Но я православный. А они не кланяются так. А я так кланяюсь. А написано, в день 50-ти, как ветер бурный был. Они говорят, мы подумали, ветер идет тут. А я кланяюсь, воздух-то движется где-то. Ну и все, я читаю, Богородица, Дева Радости, как научен мамой был. Мы посты соблюдали, все у нас было, староверы, мы старобрядцы, кержаки. И она говорит, ну, своими словами помолись. А как своими? Я не знаю. Я заученные молитвы читаю-то. Ну, простите, что вам надо? Я так только быстренько сообразил, чего мне не хватает? Деньги хватает, авторитет есть. Я иду за границу. Веры у меня нет. Я говорю, Господи, дай мне веру, чтобы поверить, что это слово Твое. И вот, когда после долгого путешествия в горах с рюкзаком, когда снимаешь эту тяжесть, еще как-то на время, как будто ты освобожденный, даже качнешься. У меня такое состояние было. С меня как будто тот, кто снял этот груз. Я даже шатнулся. Я не слышал, не видел до сегодня. 56 лет назад было. И я сказал, и как будто эхо раздалось. Верю, верю, верю. А у меня голоса, от меня голоса не слышали. Никто этого не слышал. Я встал и на себя, того, который склонился, там 10-15 минут назад, я смотрю, как совершенно другой человек. Это не я. Я, который встал, я в том человеке и вижу все не то. И теперь вот у нас лоцманский такой катерок, он на берег свозит, когда мы на рейде стоим, а потом подвозит. И меня только подвезли туда, фальшборд, который волна забивает, вода, чтобы вытекала. Я только перешагнул его и первому матросу говорю, живем неправильно. Совершенно неправильно. Бог дал жизнь, а мы его даже не поминаем. А я молился тайно. Крестик у меня там к лямочке пришит был. А у меня прекрасная характеристика. В училище поступаю я, а я добился разрешения в Рижском училище сдать три года за один год по выбору комиссии на любом из трех языков. Это чего-то стоило. У меня выход за границу был мгновенный. Характеристики отличные. Член судового комитета, а тут сразу не пользуется авторитетом. Ну, то есть, вызывают корабль, это территория страны. У вас что-то не заладится. Вы что, будете к Богу там в Америке или где-то. Я понял, жития нету. И я ушел. Ушел, пошел на стройку. Я строитель. Вот началась моя жизнь. А дальше меня под социальной лестницей гонять в начале 56 лет. Одна психиатрия 26 лет пытала, мучила, еще только не делала. И ничего не могли сделать. Они надували. У меня тело раздутое, вот такое, подвешенные сосуды вгоняют. И я благодарю Бога. Я делал это ради Бога. Они со мной издеваются, а я врачам свидетельствую, кто-то к Богу приходит. Вот говорят... Понятно. Когда говорят, вот, дескать, а у вас какая была кличка, когда была. Я написал в КГБ здесь, я говорю, я у вас когда в разработке был, какая у меня, псевдоним там или кличка, а у вас не было. То есть они не могли подобрать. Говорят, вы просто под своей фамилией шли. А я знаю, вот Патриарх Кириллов Михайлов, а до этого был Алексей Второй, он Дроздов. У каждого кличка КГБская-то. А у меня не было. Почему? Мой Бог. Я могу об этом говорить открыто. Да это фанатизм уже. Я, короче, вас услышал. Всё, пока. До свидания. А знаешь, это фанатизм. Да это фанатизм. Да это фанатизм. Да это фанатизм. Продолжение следует...